Привет, друзья мои! Ничто не возбуждает так аппетит, как отдых у воды. И мы вспомнили про ресторан бразильский, в котором мы были 10 лет тому назад. Этот ресторан был открыт бразильскими иммигрантами 20 лет тому назад. И, представляете, он выжил в разные экономические падения и взлеты и прекрасно делает бизнес. Это семейный бизнес, и он завоевал огромную популярность в нашем штате Массачусетс. В этом ресторане 5 залов, 3 в помещении и 2 на воздухе. Америка страна иммигрантов. И каждый иммигрант привозит с собой ту прекрасную кухню той страны, к которой он привык с детства. И все, кто в состоянии открыть свой бизнес, пожалуйста, это все, возможно, сделать. Поэтому у нас очень много ресторанов разных национальных кухонь. Выбор огромный! Как вы заметили, людей сегодня в ресторане немного. В связи с пандемией выполняются требования, которые должны быть... Столы должны быть друг от друга на большом расстоянии. Буфет с овощами не работает, поэтому официанты приносят овощи по вашему заказу. Мы сели у окна и любовались маленьким бассейном, в котором плавают красные золотые рыбки. Каждые 5 минут официант подносит новый вид мяса. Очень вкусные стейки, замаринованы и приготовлено все по бразильскому рецепту. Мы были очень удивлены, когда узнали, сколько стоит наш обед. Оказывается, цена не изменилась за 10 лет. Несмотря на инфляцию, на все финансовые трудности, но хозяин этого ресторана держит цену ту же самую. Вопрос, а за счет чего же он выходит из положения? Как моя жена заметила, репертуар стал немножко меньше, то есть выбор стал немножко меньше, но это не повлияло на качество. Друзья, не откладывайте хорошее и вкусное на потом, ведь потом может и не быть. Отдыхать хорошо, но, как говорят, пора и честь знать. Нужно возвращаться домой. Друзья мои, не забудьте подписаться на мой YouTube канал и нажать колокольчик. Лучшие видео вас ждут впереди. До новых встреч! До новых встреч!